Техническая вода у нас. На расстоянии метра, но жители Черницка пытаются докричаться до нового поставщика воды и донести ему о своих проблемах. На встречу с водоканалом пришли полторы сотни людей. Тарифный вопрос оказался горячим. Оплату повышают, хотя качество воды такое, что люди предпочитают не местную, а покупную. Те 15 лет, которые были за счет вашего тарифа вложены в водозаборы, в сети, все умерло. Все умерло. Просто сегодня не нужны новые вливания. Сейчас кубометр стоит 38 рублей. С 1 июля его размер составит 89, повышение в два с лишним раза. Якобы будет вода лучше. Да, вот такую мы пьем. Понимаете? И 89 рублей им не стыдно. Это со стыда бы сгорели. Это сколько раз туда воду наливали? Ну, раз может, 5-6. Если оставить воду в стакане, то через несколько часов на дне осядет песок. Чайники от такой воды меняют слишком часто. Фильтры также. Оправдано ли, спрашивают жители, за такое качество воды столь резкое повышение тарифа? Алтайский край может составлять рост 4,5%. Я не понимаю, каким образом. Может быть, 250%, а не 4,5%. Почему нарушается постановление правительства Российской Федерации? У нас правительство, что не в авторитете. За последние 15 лет в Черницке сменилось 3 поставщика воды. В этом году в село зашел водоканал. Город заключил с ним концессионное соглашение на 10 лет. В планах модернизировать скважину, переложить и закольцевать сети. Тут жители не согласны еще больше. Мы вот эти сети, мы сами пролаживали от дома к дому, от дома к дому. Новые трубы. Потом закольцовку мы, вот двухэтажки эти, закольцовку мы сами сделали. Он бы приехал в водоканал и сказал, мы вот вам сделали очистительное сооружение. Пожалуйста. Вот такая-то соответствующая цена. А то приехали, мы пьем ржавый, верите, нет, черно-ржавый. Когда вода будет чистой, никто сказать не берется. Модернизация будет долгой и на нее нужно найти деньги. В то же время водоканал заверяет, жители повышения не ощутят, если воспользуются компенсацией. Люди 89 рублей один раз вынуждены будут, ну естественно, заплатить. После этого расчет компенсации автоматически будет передан водоканалам в соцзащиту. И автоматически 55,5 рублей им будет перечисляться компенсация. Правда, жители Черницка в реальность компенсации не верят. Они намерены обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять старый тариф. Мы вопросы о стоимости воды в поселке адресуем управлению по тарифам. А люди тем временем ожидают 1 июля и привыкают еще больше экономить на воде. Потому что денег тоже не поливает. Все, достаточно, что я-то как бы привыкла свои кубометры считать. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.